наконец-то мы выбрались из города для нас такая поездка это целое приключение а для монтажников которые работают подобных условиях это повседневная работа и как вы видите здесь нет электричества не станции не удлинителей с розетками и для того чтобы проводить здесь монтажные работы необходим специальный инструмент и к такому специальному инструменту можно от нести бензогидравлическую помпу пмб 71 90 также ножную и ручную помпу серии пмн или пмр инструмент для резки кабеля нг 65 85 ножницы открытого типа 65 105 и 120 но как мы все понимаем это комплексное решение то есть есть гидравлическая помпа рука высокого давления 3 5 либо 10 метровый и инструмент который поможет нам в работе но не надо забывать что все это требует времени на подключение а также весь этот инструмент может занимать определенное полезное место вашем автомобиле и что же в этом случае делать спросите вы а давайте вспомним что сейчас вообще происходит на рынке инструмента большинство компаний переходит на аккумуляторные модели и принципе то же самое происходит сегменте большого электромонтажного инструмента всем привет вы на канале квт и сегодня мы поговорим о ножницах гидравлических ручных аккумуляторных монстры современного аккумуляторного инструмента представлены двумя моделями это ножницы нг 65 и ножницы нг 105 нг это ножницы гидравлические ручные аккумуляторные ну а теперь немножко поговорим о технических характеристиках модель нг 65 выдает 6 половиной тонн максимального усилия и весит 6,6 килограмм модель нг 105 выдает максимальное усилит 13 и 7 тонн и весит почти 12 с половиной килограмм данным инструментом можно резать алюминиевый кабель кабель с ленточной броней и телефонный кабель диаметром до 65 миллиметров модель 105 можно резать алюминиевый кабель кабель set unbronей И телефонный кабель, но уже диаметром до 105 мм А что касается медного кабеля, я сейчас поясню Чтобы ножницами NGRA 65 и 105 работать с медным кабелем О медном кабеле нужно знать класс жилы, тип брони, который в нем используется А также, чтобы диаметр медного кабеля составлял 60% от диаметра алюминиевого кабеля Ну, наверное, здесь все понятно А теперь рассмотрим комплект поставки данных инструментов Оба инструмента поставляются в пластиковых кейсах Модель 105 и модель 65 Рассмотрим комплект поставки на модели NGRA 65 В комплект поставки входят инструкции по эксплуатации Две аккумуляторные батареи Зарядное устройство И плечевой ремень И, соответственно, сам инструмент Принцип работы гидравлических аккумуляторных ножниц мы рассмотрим на модели NGRA 65 Тем более принцип работы у них схож со 105 моделью Для того, чтобы включить инструмент, необходимо нажать на кнопку пуск Электродвигатель приводит в действие расположенный в корпусе инструмента насос Тот, в свою очередь, нагнетает гидравлическую жидкость из масла бака в гидроцилиндр Под давлением рабочей жидкости у нас происходит смещение поршня Который ведет за собой лезвие, и они у нас смыкаются Для того, чтобы прекратить работу и разомкнуть лезвие, мы нажимаем кнопку сброс У нас поршень возвращается в исходное положение, и, соответственно, рабочие лезвия раскрываются Как мы говорили ранее, каждый инструмент комплектуется двумя литий-ионовыми аккумуляторными батареями Это отличный химический источник тока Самое главное, что они легкие, и у них отсутствует эффект памяти Каждая аккумуляторная батарея у нас оснащена индикатором зарядки батареи С помощью которой можно определить, насколько у нас заряжен, либо разнажен аккумулятор Нажимаем на эту кнопочку и смотрим У нас загорелись все три полоски, значит, зарядка аккумулятора составляет более 75% Если у нас загорится две полоски, значит, у нас зарядка произведена на 50% Если горит одна полоска, это 15-20% И если не горят все полоски, все три, значит, необходимо зарядить аккумуляторную батарею Ну а теперь поговорим об устройстве данного инструмента, тем более обе модели схожи Данный инструмент состоит из корпуса, внутри которого расположен гидроцилиндр, масло-бак, электрический привод, насос, кнопка пуск и кнопка сброс Также в обеих моделях присутствует подсветка, маленькая, но она есть В данной модели она внизу И индикатор зарядки аккумуляторной батареи, по которому можно тоже следить состояние аккумулятора И рабочая зона инструмента из двух подвижных лезвий Ну и для безопасности подвижные лезвия, как мы видим, везде закрыты резиновым кожухом Ну и, соответственно, ручка для удобства работы с данным инструментом В обеих моделях у нас поворотная рабочая голова То есть монтажник или оператор может сам под себя настроить так инструмент, как ему будет удобно работать И еще пару слов о поворотной рабочей голове Поворотную голову настраиваем только тогда, когда у нас отсутствует давление в гидроцилиндре Если мы уже немножко давление создали, то поворачивать голову уже не рекомендуется Ну и перед началом работы пару слов о технике безопасности Используйте защитные очки, чтобы мелкие детали во время реза не попали вам в глаза Также рекомендую использовать перчатки Не размещайте в зоне работы лезвий посторонние предметы Не перегружайте инструмент Если вы работаете инструментом длительное время, дайте ему время немножко отдохнуть А также используйте инструмент в тех температурных диапазонах, которые указаны в инструкции по эксплуатации И перед началом работы всегда читайте инструкцию Вот, приступим к резу Большим и, казалось бы, самым неоспоримым плюсом использования гидравлического аккумуляторного инструмента заключается в том, что Сегодня вам не надо носить с собой помпы, десятки метров рукава высокого давления Все помещается в одном легком чемоданчике И там, где заканчиваются дороги, начинаются реальные монтажные будни Всем пока! И до новых встреч! Встретимся в следующем видеообзоре Ну и все, а то еще в капкан попаду, блин! Субтитры создавал DimaTorzok